У нас в России не принято ценить эксклюзивные вещи, потому что мало кто еще и знает, что это такое вообще. А с другой стороны, вот я все это, основная масса моей разработки. Уезжал над север водителем, желание по тем временам охватить было все. Ну вот я тогда впервые узнал, какой благодатный материал дерева. Мне понравилось. Времена такие были. С мебелью сложно было. Начал делать потихонечку мебель. Это 83-84 год. Сначала, конечно, получалось не ахти, но потихонечку. Главное ведь желание. Есть желание, значит, должно идти что-нибудь да получиться. Потом все это стало основная моя работа. Отдых лыжи, работа дерева, резьба. Дуб практически не гнется. А здесь, здесь вот это вот все вот так вот, да, пришлось усилие, что называется, применить. Есть ко мне резная мастерская. Это я по их заказу. Вот это все из разных камней собрано. Четыре человека его поднимали. Трудно увидеть именно этот объем. Почему? Потому что на картинке, на рисунке, вот она, картинка, все в плоскости. А вот с этой плоскостью как раз и надо передние планы, средние планы, дальний план все это увидеть. В основном работа мне очень понравилась тверо-лиственная. Дуб, ясень, ильм, красное дерево. Вот с него резьба у меня и началась. И, в принципе, я основные работы дома, ну, будем говорить, где побольше, там другие. А отделка там, это все такая основательная проработка, это все вот эти врезы сами. Были заказы, значит, и церковь Алексеевскую делал. Двери даже размер 3,50, да, 3,70 даже этот высотой. Серьезные двери. Самый большой, наверное, этот заказ вот как раз Алексеевский был. Первый взялся за рамку за эту. Если честно сказать, я даже до конца не представлял, как оно получится. Здесь ее брать-то вот страшно, честное слово. Почему? Потому что чуть возьмешь ее за то место, она поломается. Это... Говоришь цену, говорят, много. Но мне это не кажется много по той простой причине, что вот эту рамку я где-то порядка 6-7 месяцев привезу. Поэтому тонкость, ну, вот она, ну, тут 3-4 миллиметра толщина всего этого. Очень трудно, да, представить. Но, с другой стороны, это вот это и вот это одно и то же. Просто вот это место недозолоченное. Дозолотили, вот получилось вот это. Можно было уйти, как сейчас называют, бизнес. Ну, мне вот как раз вот это увлечение деревом, и резьбой, и работу с деревом. Подумал-подумал, и все же остался вот с любимым делом. Все говорят про это, по этому несложен. Душа, что называется. Человек душу вкладывает, да, радуется вот это дело. Это я так считаю, что все равно это в какой-то степени, наверное. Наверное. Почему? Потому что еще никто не доказал это. Но это передается, наверное, все равно. Субтитры создавал DimaTorzok